Всем привет! Меня постоянно просят о каких-то туториалах, типа ну сними что-то, покажи, объясни пожалуйста, но вместо них я делаю вот этот вот ролик. Значит ли это, что туториалов вообще никогда не будет? Честно, без понятия, я ничего не могу обещать, но по крайней мере сегодня я поделюсь с вами, почему художники не хотят делать подобные видео, или статьи, или картинки, и в частности расскажу вам о своей причине, ну и знаете, просто задумаемся, так ли эти ваши туториалы нужны. Чисто такая быстрая тема, за 5 минуточек, погнали. Так, первая причина. Автор не умеет делать туториалы. Знаете, рисовать и объяснять кому-то, это как бы разные вещи. Иногда вот ты знаешь, как это сделать, но объяснить кому-то просто физически не можешь. У тебя выходит что-то вроде, ну эту хрень надо сделать так вот, и сюда вот, почему я не помню, просто делай так. Я не спорю, в целом мне бы зашло, и я бы все поняла. Но все же, как вариант для обучения, особенно новичков, не совсем понятно. Вот тебя потом спросят, а почему так, а ты скажешь, что это твой любимый на ютубе художник, так сказал, и получается какая-то хрень. И лучше так не делать, все равно вопросов будет больше, чем профита. В такой ситуации просто стремно брать на себя ответственность за чужое арт-развитие, потому что если тебя не поймут, ну виноват, будешь ты только научиться объяснять или просто забить. Но, давайте будем честны, большинство выбирает второй вариант, потому что, да, не каждый готов сидеть и объяснять что-то другим. Второе, это негатив. Я, честно говоря, не знаю, как обозначить этот пункт, но он, честно, связан с прошлым. Вот сказал человек делать так, а он оказался, ну, неправ. Ну, разные ситуации бывают, может быть, он так делал, потому что ему нравилось так делать, и даже неважно ему было, прав он или нет. Находится более, в общем-то, скилловый человек, которому это не нравится, которому не нравится, что кто-то делает вот так. Вот он жить не может свою жизнь, ему надо сообщить об этом всем. И вот уже как бы выходит, что человек просто поделился просто тем, как он делает с другими людьми, потому что его об этом попросили. Но, конечно, кому-то там это не понравилось. Не все авторы готовы к такому, и поэтому проще не делать ничего вообще, чем потом читать комментарии из серии. Тебе бы самому научиться от негатива, конечно, никуда не деться. И это грустно, печально, и все такое. Но тут ведь есть и обратная сторона. Даже если человек не рисует как боженька, не знает какие-то вещи, но в целом его картинки выглядят, ну, просто прилично, то неудивительно, что художники скиллом ниже просят его помочь. Нельзя в начинающего художника впихивать сложный материал, который он просто не поймет. Так что понятно, что им проще пойти к кому-то не настолько крутому, а просто к хорошему художнику. Подчерпнуть знания у средничка, а затем уже брать кого-то выше. Все вроде бы звучит логично. Но все равно есть вот всякие такие диванные критики, которые потратили там три года на обучение. Все, они такие уже классные, крутые. И они хотят, чтобы все знали, какие они классные и крутые. И с такими людьми сталкиваться никому не хочется. И поэтому туториалов нет. Третий пункт. Он опять же связан с прошлым. Низкий скилл. И нет, честно, неверно. Опять, возможно, даже не низкий скилл, а весьма средний или высокий. Тут дело не в скилле, а в том, что автор не уверен в своих силах. Чему я могу научить кого-то, если я сам ничего не умею? Как я могу что-то объяснить, если я сам еще учусь? И тут уже дело даже не в негативных комментариях. О том, что чувствуется какая-то ответственность за другого художника. Типа вот как ты взял себе котенка домой и... Ну, его надо кормить, поить, мыть. То же самое. Да, я сравнила другого художника с котенком, но ладно. И это, по большей части, моя причина. Я не хочу делать что-то, потому что я не уверена в себе. Да, я не спорю, я что-то определенно умею. Но это явно не уровень туториалов и объяснений. К тому же, половину всего можно узнать, ну, просто наблюдая за художником. Я училась по спидпейнтам у разных артеров. Ну, просто спидпейнты, без слов, без ничего, только музыка на фоне. И некоторые вещи понятны интуитивно. И, честно говоря, на тот момент мне было без разницы, почему, так и зачем. Вот и все. То есть, ты смотришь туториал, видишь, что человек там, не знаю, берет синий цвет и делает им тени. И тебе, на самом деле, насрать, почему так происходит. Ты просто берешь и, пожалуйста, будешь сделать то же самое. Вот так я и делала в свое время. Но на данный момент я уже пришла к другому этапу обучения. И мне надо знать, почему так. Если мне человек не может объяснить, почему так, то, скорее всего, я не буду так делать. В общем, очень сложная херня. И я не хочу вводить людей в заблуждение. Это очень рискованно. Хотя я не отрицаю, что может как-нибудь сделать что-то подобное. Но с осторожностью явно для новичков. Вот прям новичков. Чтобы потом было меньше стрёмных комментов. Четвертое, это банальная лень. Я, конечно, мог что-то бы тут сказать. Подробнее там, разжевать. Но зачем? И так понятно, что туториалы монтировать сложнее. Надо подготовиться больше. Написать сценарий, подготовить картиночки. Записать больше материала. А если это картинка, ее надо расписать. Коллажик сделать, этапы там прорисовать. В общем, муторно впадло у чел, который захочет понять, как сделать так же. И поймет и пистолиалов. Так что зачем стараться и делать что-то настолько бесполезное. Это, кстати, не мое мнение, не мои слова. Я не настолько ленива, если что. Но все же, ладно. Доль колени во мне присутствует. Не буду спорить, что заниматься таким муторным делом мне просто впадло. И, в общем-то, пятый пункт. Последний в моем видео. Но не значит, что последний вообще. Это значит, что Артир просто не хочет делиться. Так, тут сложнее. Но понятно, что придумать что-то свое, оригинальное, довольно сложно. Не надо про это писать. И, как говорится, уже все за вас придумали. Да-да-да. Особенно это касается покраса и чего-то, ну, подобного. Нет, конечно, у каждого автора есть какие-то фишки, которые сделали его стиль узнаваемым. Но это чаще сбор, то есть стиль. Это не только анатомия, формы. Покрас тут тоже входит. По большей части именно какая-то анатомия и форма отличают художник друг от друга. А покрас он в целом универсальный. Сложно сделать что-то настолько супер-мега-оригинальное, что вот никто еще так никогда не раскрашивал. Так вот, ребят. Некоторые к этим фишкам, которые вот они сами придумали. Неважно, еще раз говорю, покрас на томе абсолютно насрать. Некоторые к этим фишкам пришли самостоятельно. Ну, то есть они не смотрели Туториалы. Они не брали это у кого-то. Просто сидели и рисовали и такие, блин, мне нравится. Да, скорее всего, это не оригинальная фишка и так точно кто-то уже делает. Но знаете, само осознание того, что ты сам додумался до этого, не дает покоя. Люди же не дебилы. Ну, раз я додумался, то и другие в состоянии это сделать. К тому же, это, ну, моя фишка. Я не хочу про нее рассказывать и что-то объяснять. Я не хочу, чтобы кто-то начал делать так же после меня. Кто-то так делал до меня или не знает про меня и делает то же самое. Да без проблем. Но объяснять я это не хочу. Как-то так. Я, честно говоря, не знаю, как описать этот пункт по-другому. Пришлось уже даже от своего лица говорить, но серьезно. Показ довольно тяжело стащить. Только если вы не делаете все прям точь-в-точь. Ну, то есть не копируете полностью весь стиль художника. Технически это не запрещено. Другое дело, что некоторым авторам это неприятно. И так можно получить ноубан, например. Если вам, конечно, есть дело. Вся суть этого пункта просто в том, что своим делиться, ну, не хочется. Очевидно, что когда у тебя есть шоколадка и ты хотел ее съесть один, делиться с каким-то рандомом этой шоколадкой у тебя желания не будет. Мало кто хочет, чтобы в мире существовал человек, который делает все буквально точно так же, как ты. Просто копирует тебя, причем целиком. И, кстати, это касается не только покраса, анатомии тоже и всего такого. Я постоянно вижу в ТикТоке, как люди просят татуариал на анатомию конкретного художника. А зачем? Чтобы перенимать его ошибки? Чтобы перенять его стиль? Странная фигня. Пожалуй, татуариалов на тела и анатомию от меня точно никогда не ждите. Я не умею дорисовать, если честно. И нет, серьезно, я еще учусь. Так что ко мне претензий вообще-то ноль. Анатомия это как бы то, что я сама навряд ли когда-то выучу. Поэтому никого учить не буду. Как-то так, ребят. Вот довольно сложный последний пункт был. Но я надеюсь, вы правильно поняли мою мысль. Я все-таки собирала эту информацию по другим художникам и не высказала чисто свое мнение. Мое мнение это конкретно третий и четвертый пункт. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, Инст, Твиттер, на все, что хотите. Подписывайтесь. Не забудьте написать в комментариях, что вы думаете на этот счет. И всем отличного дня. Пока.